Извините за задержку, я так неловкую стоить, сидите молча на меня смотрят, я ледко проверяюсь. Кстати, кто был вот Лилумой? Спасибо, что отвлекаешь. Да. Нет, серьезно, я вот была буквально там вчера девочки, я вот мальчики не знаю, девочки я прям советую. Классные, да? Супер-мега, я в таком восторге. А что ты делаешь? Потом скажу. На самом деле, все, вот прям с порога, прям вот заходишь, как сибирной. Ну вот Лилу, которую мы проходили в операцию неделю назад, девочки две сидели с утра, в тоскы нам ей не ставили. Понимаешь, да? Нажимаешь на запись, оно идет. Если вдруг выйдет какое-то уведомление, напоминалка моя какая-то, я там уже постарался все подключать, но все вылезет. Иногда почему-то, я не знаю почему, это влияет на остановку записи. Понятия не имею, что за технология такая странная. Должно быть. Когда запись остановится, она отключается, то снято. Все, оно заряжается. Началось. Окей. Пока стульчик уберу. Ну, совсем издавном, и есть фотографированные темы. Меня зовут Владимир Хасанов, я отвечаю за внедрение маркетинга в Казахстане. Уже сейчас стал помогать всем нашим друзьям из СНГ. Недавно сделали, помогаем сейчас Сергею Кану, недавно сделали внедрение бизнеса в Малайзии. В нашем офисе мы поддерживаем удаленно через Казахстане. Поэтому, да, если у вас появится какой-то партнер, кто купит лицензию в другом государстве, если там они говорят по-английски, то мы это можем сделать удаленно через Казах. Никаких проблем с этим нет. Имейте ввиду, и это в том числе можно продавать. Таким образом, кто-то из вас, может быть, откроет какую-то страну. Просто потому что есть поддержка. Пока это делаем только мы. По-моему, в России нет англоязычной поддержки. Почему нет? Казахстан приведет в Малайзию в Россию. Пусть я россиянин, да? Но я прям, я с вами. Так, все. Видно, нет эту штуку или не видно? А еще выкинуло. Это же вот. Где-то. На грани фантастики. Назад. Назад. Мне главное, чтобы вот эту штуку видно? Да. Все, все, все. Все хорошо. Никому не мешает эта штука? Еще не знаю. Да. Вот эту черненькую надо отключить. Кто-то меня уже видит, да? Да. У меня в команде есть два человека, которые отвечают за внедрение в Алма-Ате. Это Ирмухамед и Таскын. Сейчас мы... Чуть выше сделаем. Это под оператору вопрос. Интересер, оператор. Да. Есть человек, который сейчас в Астане работает. Мы меняем его на нового, потому что он сейчас другой деятельностью будет заниматься. Мы сейчас делаем подбор человека в Шимкенте. Поэтому, если у кого-то есть адекватные люди, не айтишники и люди, которые разбираются в розыске, давайте резюме. Мы с удовольствием рассмотрим вашего претендента на должность специалист по внедрению, который будет отвечать за целый город. В Астане пока еломан за это отвечает и параллельно... А? Кто-то в Тимир была? Да. А Селина чего? А Селина? А Селина? Окно закрыть? Да! Да. Закрыл? Итак. Чаще всего и очень сильно распространена история. Все записывается? Можно нажимать. Мы будем говорить о примере, связанном с рестораном или с кафе. Это будет общепит, потому что там наиболее высокая репотребляемость. Вы туда ходите и меня зовете чаще всего, поэтому вам лучше знать, как это сделать на простых вариантах. Сейчас мы оцифруем все рестораны и кафе, и все остальные бизнесы автоматом к нам будут заходить, потому что люди не каждый день покупают вещи, не каждый день даже в тазолайн ходят за бытовой химией, но кушаем мы все равно свои бизнес-ланчи, завтраки, обеды, ужины, что угодно, постоянно в разных местах. Уже дома мало кто готовит. Хотя? Нет, много. В Казахстане много кто готовит. Так или иначе, общепит здесь очень круто развит. И почему бы нам не взять вот эту сильную сторону и не забрать ее под себя? Чтобы люди каждый день натыкались на деньги. Итак, кто-то из вас, вы будете все собственники, я вам сейчас расскажу, как только что и час назад происходила продажа в ресторан... Форт Верх, да, Форт Верх. Итак, здравствуйте, у вас прекрасный ресторан, обалденная кстати кухня. Я пришел к вам, я увидел, как у вас улыбаются повара. Представляете, у вас повара выстроили... Я удивился, у вас фасад такой как-то простой, не затеря, заходишь вовнутрь и удивительно классно. Супер. Да, мне только что провели экскурсию и спасибо, что у вас есть такой замечательный администратор, который провел меня по вашему заведению, все показал, грамотно рассказал, очень здорово. Это я сейчас и говорю с вами, как с собственником, повторяю то, что я и говорю. Супер. Теперь смотрите. Сейчас я покажу вам, кто мы такие, откуда мы взялись и вообще, что за идея у нас такая появилась. Я буду с вами говорить очень простым языком. Пожалуйста, не обижайтесь, если я буду вот как с ребенком с вами говорить, это сделано для того, чтобы мы с вами сэкономили вам время. Согласны? Не против, если это будет просто очень? Да. Окей. Хорошо, не против. Итак, наша компания претендует на уникальность, потому что мы смогли оцифровать сарафанное радио. Вы представляете себе технологию, то есть вообще процесс, который существовал тысячи лет, мы смогли его оцифровать. Вот никто в мире этого до сих пор не смог сделать, а мы сделали. И он настолько был классный, что я, когда работал в рознице, я смог, то есть я купил себе это приложение, я разобрался в нем, и оно мне настолько понравилось, что я фактически бросил свою розницу, я перешел в эту компанию, теперь представляю ее. Почему? Да, ну потому что вы знаете, что с Биллом Гейтсом и Сукербергом были люди, которые помогали ему это сделать? Были? Да. Вы их знаете фамилии? Нет. А у них все хорошо. Видите? И я с этой точки зрения тоже сделал свой выбор, потому что я верю в уникальность нашей идеи, которую мы придумали, и я верю в то, что она покорит мир. И я хочу быть в первых рядах с теми, кто из этой идеи. Так вот, теперь смотрите. Правила про это знаете? Да. 80-20, знакомо? Да. Сейчас вот об этом поговорим, но вот в разрезе. Сейчас чуть-чуть вот издалека начну, для того, чтобы потом проще понять, где мы. Окей? Так, маркер пишешь, и вы еще кто-нибудь дал? Ну вот один измерий есть. Вот, спасибо. Итак, я рисую наших 100% клиентов. Все просто. Здесь 20% наших клиентов, которые приносят 80% дохода. Верно все? Ничего не вру? Да? Окей. Здесь 80% клиентов, которые приносят 20% дохода. Вот так. Теперь, давайте так, те, которые приносят большую часть дохода, это постоянные клиенты. Да. А те, которые по чуть-чуть приносят, это разовые. Верно? Да. Если они разовые у нас, значит они у кого-то постоянные. Верно? Окей. Я их точками обозначаю разовые клиенты, поэтому здесь так и обозначу. Не против, если прямо так написать? Чужие. Чужие. Хорошо. Раз эти чужие, значит это свои. Да? Ну так и напису, свои. Я предупреждал, что буду писать очень просто. Так что, свои. Окей. Теперь давайте я сейчас попробую угадать, как у вас происходит в бизнесе, но расскажу со своего опыта. Я ритейлер, у меня в рознице было вот так. Если у вас как-то по-другому, я не разбираюсь в вашем бизнесе, пожалуйста, поправляйте меня и если что мы там поспорим или как поменяем. Согласны? Окей? Все. Теперь смотрите. Я правильно понимаю, что вы как-то себе пиарите? В Facebook и Instagram есть страничка? Да. Деньги за это платите? Да. Или Инстаграмщику, или еще и за платную рекламу. Верно? Да. Делаете? Окей. Ставим сюда. Facebook, Instagram. Дальше. Лифлеты делаете какие-то? Бумажки иногда раздаете? Теблеты какие-то печатаете со своими акциями? Что-то где-нибудь. В общем, печатная продукция. Дальше. Платите рестораны KZ за то, что там присутствуете? Да. Да, скорее всего. Да? Хорошо. Так и напишу, да? Я не знаю, там не буду писать только RKZ. Сайт у вас есть? Наверняка. Если нету, то не знаю. Оптимизацию поисковую делаете? Все оптимизации. Вы знаете, что это самый дорогой канал привлечения клиентов. Google оптимизация. Он эффективный, спору нет, но он дорогой. Поэтому я его вот здесь вот и покажу. Радиотелевидение на местных каналах или да, или нет, можем, да? Вы уже там на месте определитесь, насколько большое заведение. Если это, например, в Парбинджан или что-нибудь схожее, да, конечно. Там пиар есть и в журналах серьезных, и на телевидении. Если нет, то так на всякий случай я покажу, что вот есть у нас голубой экран, и как сюда попадать. Есть еще масса каналах, где вы можете пиариться. И бегущая строка, и лифты, и подъезды, и как угодно. Дальше. Мы говорим, что вы потратили вот эти деньги на чужих. Теперь давайте посмотрим, когда чужие за счет вот этих вот вложений пришли к вам. Вы их классно обслужили, все сделали здорово, и им очень понравилось. И они перешли в разряд своих. Дальше. Как вы на них тратите деньги? Дискутные карты. Вот дальше, да? Я сейчас рассказываю, что было час назад. Мы ведем клиентскую базу. И мы у людей, людям даем анкеты для того, чтобы они их заполняли, и мы отслеживаем, как они ходят. И в какой-то момент мы им выдаем дисконтную карту, пластик. То есть у них система лояльности есть. И он говорит, ну вот мы поздравляем с днем рождения. И вот он говорит, с днем рождения. Я говорю, окей, как вы поздравляете с днем рождения? СМСкой. Я говорю, а вы читаете СМСку? Вообще, когда он спам, спам приходит. Я говорю, ну спам, говорит. Ну да, улыбается. А вы читаете СМСки? Нет, не читаю. И я говорю, ребята, вот каждый из вас говорит о том, что он не читает эти СМСки и считает, что этот канал уже неэффективный. Кто их рассылает? Мы посмеялись. Но, однако, наверное, все равно будут рассылать дальше. СМСки? Дальше. А я говорю, а на Новый год еще тоже подарки отсылаете или какие-то поздравления? Да, наверняка. Вот она звездочка, да, на елке. И там, ура, вот так вот все происходит. Вы каким будете по счету вот здесь вот на Новый год? Тысяча первым кто меня поздравит. На день рождения может быть там сто первым. Как вы сможете выделить себя среди остальных, у кого есть моя контактная информация? Никак. Да. То есть вы оставляете все в таком же ключе. Дальше. Что еще вы делаете со своими клиентами? Все. Ничего. И все. И вот тут я хочу сказать о том, что да, может быть вы слышали о том, как работает система лояльности, но я хочу сказать о том, что мы заняли место не среди вот этих вот гигантов. Они классные, они здорово работают и мы нисколечко не отменяем их работу и вообще не умоляем. Что мы делаем? Мы занимаем вот это место. После того, как Инстаграм и Фейсбук вам привел клиентов, вы их загоняете, оцифровываете при помощи нас и дальше начинаете их включать в игру. Игры людям нравятся. Вы когда-нибудь видели людей, которые на компьютере украдкой или там, или не украдкой, а прямо вот на телефонах играют в шарики, на монетки набирают, или в фермы сажают, там морковки, коровки там пасут, набирают еще чего-то. И людям это нравится? Да. А люди за это что-нибудь получают? Нет. Ничего не получают. А мы еще создали эту историю, как раз основываясь на том, что людям нравится играть, и вы только что сами подтвердили, что да, им нравится. И мы еще говорим о том, что набранные монетки можно обменять на еду. Классно? Да. Классно. Уже взрослые люди могут подключиться. И вот мы здесь находимся. Резюме. Вы кучу денег вот здесь тратите на чужих, для того, чтобы они стали своими. Так ведь? То есть цель такая, чтобы чужие стали своими. После того, как они стали своими, вы не знаете, что с ними делать. У вас просто нет инструментов, вы просто поздравляете их с днем рождения или с памяти. Еще иногда по телефону звоните. Тоже. Никогда не вовремя. Вот кто-нибудь из вас в зале посидит, кому-нибудь вовремя позвонили с рекламного объявления? У меня как раз свободное время, пять минут, и я жду, когда мне кто-нибудь позвонит. Готов послушать рекламу. Никогда. Тратите много денег на чужих, и сколько на своих. Согласны с этим? Да. И вот тут вот, когда я вот это и сказал, что произошло? Он не хотел согласиться с этим. Он прям вот молчит, я говорю, ну вы согласны с этим? И он так улыбается, молчит, и потом говорит, получается, что так. Вы понимаете, что вот в эту самую секунду у него провалилось прямо. Да, такой, а надо же, а ведь действительно так. А это просто было понятие без меня? Почему так нет? Ну зачем нужно было, чтобы я пришел, для того, чтобы понять, что это так? Правила Паретта сколько существует лет? Много. Известно же было, что есть свои и чужие. Да. Я что-нибудь новое сказал? Не сказал. И я, кстати, предупреждал, что ничего нового не скажу. Да. Вот так. Примерно так. Все. С этим согласны? Дальше двигаемся. Сейчас вот это тоже самое немножко расскажу в другом ключе. Вот они мы. И показываю теперь, где мы появляемся. Все. Ваше внимание уже со мной. Потому что я только что вас удивил. Про вас же. Это раз. Два. Я смог быть экспертом в вашем бизнесе, потому что я только что рассказал про то, как работает ваш бизнес. Помните, я говорил о том, чтобы исток у вас не... Да.